Я хочу ещё раз объяснить, чем я вообще занимаюсь. То, что я даю на своих проектах, это высокочастотные состояния, состояния, которые позволяют вам развивать свои тонкие тела, развивать свою чакральную систему. Для большинства людей это ни о чём не говорящие слова. Сейчас, потому что очень много разных мастеров, в кавычках, которые говорят эти слова, предлагают какие-то медитации на тему. Но то, чем мы занимаемся в нашем центре, это вещь вообще о другом. Как я понимаю, что такое эзотерик, а что такое саморазвитие? Эзотерик – это человек без ограничений, который может переступить понятие научного кретинизма. По большому счёту, это учёный. Это учёный без границ, который изучает мир и изучает себя. На своих проектах я даю инструменты, которые помогают вам развивать себя. Здесь можно говорить о мутации, потому что ваше тело будет мутировать, будут изменяться ощущения, будет меняться восприятие. И именно наработка этого сверхчувственного восприятия – это вещь, которая поможет вам дальше двигаться. Это способность, которая доступна каждому. Это не какая-то там битва экстрасенсов, да, вот эта клоунада по телевизору. Нет. Это способность, которую может развить любой человек, потому что изначально она есть у каждого. И тонкоматериальный мир, он становится для вас доступным. Когда он становится для вас доступным, вас уже сложно обманывать. Когда вы приходите на какую-то медитацию, и вам там девочка с красивым голосом рассказывает какие-то настроечные картинки, но нет состояния, вы понимаете, его нет. Когда перед вами лежат, не знаю, предметы силы, вам говорят, вот это мощный артефакт, вы берёте, а вы не чувствуете, а там нету ничего. И вы знаете, что я могу чувствовать. Вы знаете это про себя. Когда вы приходите на место силы, и вы чувствуете, ну на этом месте есть сила или нету силы, вы чувствуете, идёт от человека сила или не идёт. Это способность, которая поможет сделать вашу жизнь более насыщенной, более глубокой. Вот, например, я неделю как приехал с фестиваля, где разные мастера что-то там показывают. Да, были разные люди, да, были, ну, у кого можно было что-то взять. Ну вот, например, конкретный пример. Женщина одна говорит, вот, заявляет о себе, я могу там, и показывает какие-то вещи, как она что-то считывает. Вот, а потом говорит, ну вот у меня ещё есть тут артефактики там какие-то. И я беру в руку артефакт, я чувствую, да, в нём есть силы. Всё, и мне уже неинтересно, о чём женщина. Я говорю, это кто их делает? Она говорит, нет, это не я, это там. Я говорю, хорошо, где тот человек? Всё. Вы понимаете, я уже понимаю, куда мне смотреть, где интересно, где пустота, где вода, а где есть суть. Вот это я и называю саморазвитием. Вы развиваете свои способности, психические, можно сказать. Следующий момент, как мы этим занимаемся? Ну, прежде всего, это практики, проверенные годами, веками, я бы даже сказал, практики, которые я в своё время получил от разных учителей, которые я адаптировал для современников. Эти практики, вот, предлагаю. Любой их может взять и тренироваться самостоятельно. Но не все могут заставить себя тренироваться. Это сложно, нужна воля. У нас очень много в сознании блоков, много установок, мы не можем, инертность. Человек приходит и говорит, нет, не хочу. То есть для того, чтобы практиковать, для того, чтобы, ну, просто взять и потратить деньги, купить нам этот курс, это тоже нужна определённая готовность. Человек даже, он получает этот курс, а он не может по нему заниматься. Например, курс, там, кто-то, не знаю, подарил. Нет, воли не хватает. Для того, чтобы идти этим путём, уже нужна определённая зрелость, уже нужна определённая воля, уже нужна определённая прокачка уровня манипура чакры. Сила определённая нужна, своя, личная. И есть другой путь. Когда вы приезжаете на совместный ретрит или семинар какой-то, где собираются единомышленники, где вся работа идёт в общем групповом поле. У нас онлайн тоже создаётся психополе. Но там психополе создаётся уже с уровня манипура чакры, потому что эфирное тело и тела, ну, вот, ближе к физическим, через расстояние это воздействие не проходит. Тоже не все люди могут эти воздействия чувствовать. А когда приезжают люди на семинар, это всё явно чувствуется, это всё сильнее. Потому что эфирное тело, особенно у тех людей, кто на онлайн-проектах чувствует воздействие, там всё гораздо мощнее. Вот. И тогда у людей возникает возможность получить мощный толчок к развитию через внешнюю силу. То есть то, что в индуистской традиции называется прямая передача знаний через поле учителя. Например, если мы читаем какие-то способы развития для людей, там, первой, второй касты, вайшнавы – это от слова вайшью, а вайшью – это как бы вторая каста. Поэтому всё учение вайшнавов – это учение для второй касты. Впрочем, как и все религии. Так вот, там написано, единственный способ эволюции для таких людей – это нахождение в поле учителя. Нужно найти учителя и следовать за ним. Зачем? Почему так? А потому что он попадает в психополе. И там идёт прямая передача знаний, то, что называется. Вот. Но это было раньше. Сейчас мы всё-таки развиваемся в этом направлении. И сейчас много появляется разных артефактов, магических машин, так называемых. Сейчас артефакты достаточно сильные, могут создаваться техногенными устройствами. Просто работа с торсионными полями, модуляция. Много разных методов. Так вот, человек со слабой чувствительностью, он может, поработав с этой машиной, получить очень такие мощные импульсы. И это прям его здорово поправляет. Но к этому тоже нужно быть готовым. Но всё это говорю для того, чтобы вы просто понимали, что то, о чём я рассказываю, это серьёзные вещи. Это не какие-то там красивые сказки, для того, чтобы мы в медитации поглючили на какую-то тему. Нет. И поэтому, когда начинается серьёзная работа, ощущения могут быть не всегда приятны. Потому что это работа. И, во-первых, от работы люди чувствуют усталость. Когда вы работаете с своей психикой, она устает. Только через это идёт развитие. Когда вы освобождаетесь от какого-то мусора, это могут быть неприятные ощущения. Более того, ну, чаще всего они неприятные. Вот буквально недавно женщина на приёме. То есть она находится у меня в терапии. Говорит, до этого там три года ходила, там от одного психолога до другого. Тоже в эзотерике вроде так. Интересовалась всегда. И вот просто на сеансе у неё анахатный блок выскакивает. И всё, это сердце прихватывает. Ощущение такое. Когда это происходит, ну, с тобой действительно страшно. Я просто сам проходил через это в своё время. Когда отрабатывал своё анахатный чакру. Ну, реально, я сам помню, я испугался. Я несколько месяцев бегал по врачам. Кардиограмму снимал. Потому что когда камушек на сердце всплывает, ты его явно чувствуешь, а он не проходит. Он появился просто от твоей медитации, и он не проходит. Ну, тогда просто, ну, не у кого было у меня сильно спросить. Да, там мне подсказали. К счастью, потом. Так вот, работа, она так выглядит. Серьёзная работа, а не бла-бла-бла на эту тему. Поэтому те практики, которые я даю, ну, даже вот здесь, на воскресном гипнозе, бесплатные, ну, занимайтесь, практикуйте. На ютубе я дал там достаточно количество практик. Делайте. Следующий момент, который я понял, опять-таки, с фестиваля, что люди даёт медитацию. И кто-то заявляет, я там давно медитирую. Но опять-таки вылазит простейшая вещь. Люди не умеют расслабляться. Но это база, без которой вообще никуда. Бесполезно чем-то пытаться заниматься, если вы не можете нормально расслабиться, если вы не можете войти в трансовое состояние. Поэтому сегодня я дам практику по расслаблению в том ключе, как оно должно быть.